Всем привет! Итак, у меня в руках, как вы уже могли догадаться, по названию ролика и, собственно говоря, по надписи на упаковке новая игровая гарнитура от AFO TechBloody, модель J527. Встроенная звуковая карта, подсветочка, 50-миллиметровые динамики, вроде как все удовольствия. И сразу надо, наверное, сказать о цене, потому что я не особо понимаю, честно говоря, логику Блади. Они прям создают конкуренцию сами себе, потому что они в последнее время выпустили несколько моделей со встроенной звуковой картой стоимостью в районе там 2,5-3 тысяч рублей. Именно столько стоит эта модель, она стоит порядка там 2,5-2 тысячи 700, что ли, как-то так. При этом они так давно-то выпустили модель стоимостью 4 тысячи рублей, которая, ну, по общим характеристикам, по общим свойствам, в принципе, похожа на вот эти вот чуть более дешевые модели. Поэтому я не особо понимаю логику AFO TechBloody, зачем она сама себе создает модели, которые стоят дешевле, но при этом мало чем уступают более дорогим, я не особо понимаю. Ну, ладно, это на их суд. Начнем, конечно же, с дизайна. У нас регулируемое оголовье, автоматически регулируемое оголовье, то есть руками ничего делать не надо. Мы надеваем наушники на голову и автоматически оголовье подстраивается под вас. Сверху кожзамы, амбушюры тоже кожзамы. Амбушюры очень толстые, мне это очень нравится, причем они очень мягкие, прям такие конкретно мягкие. Размеры амбушюр таковы, что практически полностью окружают уши. Вот я одеваю и мои, да, мои уши практически не касаются амбушюр, то есть внутри уха помещается. При этом, естественно, ухо не касается внутренней чашки, потому что амбушюры очень толстые. Это хорошо. Металл, пластик, кожзам. По сути, вот и все. Сразу скажем, кабель у нас в тканевой оплетке, кабель толстенький, но такой достаточно податливый, он форму практически не запоминает. Оконечен USB-штекером и, соответственно, вы подключить можете эти наушники к компьютеру, к ноутбуку, к игровым приставкам, которые поддерживают внешние звуковые карты, игровые наушники с USB-интерфейсом. И давайте сразу подключу, дам питание, потому что без питания мы не увидим очередную приколюху от наушников. Это многоцветная подсветка, встроенная многоцветная светодиодная подсветка. И, предвещая ваши вопросы, отвечаю сразу. Первое. Она нерегулируема никак, то есть нет ни кнопок управления, ни фирменного программного обеспечения, ни какого-то тумблера, чтобы можно было ее отключить. То есть ее нельзя ни настроить, ни выключить, ну кроме как физически отсоединив USB-штекер от USB-разъема. И все, что нам остается, это просто наслаждаться медленными переливами самых разных цветов. В принципе, выглядит красиво. Это такая стандартная фишка как для наушников AfoTechBloody, так и, в принципе, для игровых наушников. Ну, все вставляют подсветку по мере возможности и по мере желания. Тут, так сказать, это не плюс, не минус, это просто как сам факт. Микрофон у нас на гибкой ножке, он несъемный, оторвать нельзя, поменять нельзя, но зато можно отрегулировать положение относительно рта. Вот эта красная блямба не обольщайтесь, нет никакого светодиода, активности о том, что микрофон работает или не работает, вы никак не поймете. Но, опять же, все завязано на чем? Все завязано на том, что у нас из органов управления есть лишь одна крутилка-регулятор громкости, и все, больше ничего. Почему бы не поставить, ну, хотя бы физическую кнопку отключения микрофона, я не понимаю, зачем экономить на такой мелочи. Понятно, что у нас нет никакого пульта управления, но это ладно, это бог с ним. Не нужны нам никакие там дополнительные кнопки управления, какие-то там эффекты, там 3D и так далее, там всякие саунды, сараунды. Но почему хотя бы не поставить кнопку, физическую кнопку, по которой мы понимаем, включен микрофон или нет, и вот сюда добавить буквально один маленький светодиодик красненький, да, чтобы было понятно. Горит микрофон, значит, что он включен, если не горит, значит, выключен. Очень бы хотелось видеть эту штуку в следующих моделях от Afotek Bloody. По эргономике, по эргономике все более чем хорошо, это прям вот лично для меня это то, что доктор прописал, потому что у меня, получается, все-таки оголовье немножко настраивается, то есть можно надеть на голову меньше размера, можно надеть на голову больше размером, и для моей головы прям очень идеально. Не могу сказать, что наушники очень легкие, кстати, вот, по-моему, по поводу веса здесь никакого упоминания нет. Наушники не тяжелые, но не сказать, что прям очень суперлегкие. Нет, у них нормальный вес, не тяжело, вполне комфортный, за счет того, что амбушюры очень мягкие, дискомфорта нет вообще никакого. Идем дальше. Звук. Со звуком все, с одной стороны, просто, с другой стороны, непросто. Ну, во-первых, у нас, конечно же, как и во многих других моделях от Afotek Bloody, заявлен звук 7.1, виртуальная многоканальность, но я бы по этому поводу с удовольствием бы провел дискуссии. У меня есть такие, скажем так, две позиции по этому поводу. Первое. Виртуальный многоканальный звук, на мой личный взгляд, добиться именно полноценной виртуальности из двух динамиков, получить полноценную виртуально-многоканальную акустическую систему, ну, по крайней мере, чтобы создался этот эффект, как будто у тебя действительно много звукообъемный, много динамиков стоит там перед тобой, сзади тебя. На мой личный взгляд, с этой задачей справился на данный момент только один производитель, по крайней мере, с того, что я слышал. Это Креатив. У меня есть обзор на их вот эту систему виртуального объемного звука. И я хочу сказать, что, во-первых, их технология, она действительно создает объемное звучание, это действительно, это хоть как-то чувствуешь, это действительно как-то воспринимается. Но, во-первых, этот эффект, он реально работает, реально приносит пользу, скажем так, только при просмотре фильмов. То есть, когда мы смотрим фильмы, этот звук, он действительно становится к месту, он становится объемный, как будто сидишь в кинотеатре. Вот, например, музыку через него слушать уже как-то не то, потому что теряется объем. Короче говоря, я оставлю ссылку на видео, посмотрите, если вам интересно. Это первое. И, во-вторых, никто меня не сможет переубедить, но тот факт, что, по крайней мере, раньше, и, по-моему, даже сейчас, можно найти модели с действительно физическим количеством нескольких динамиков в каждом ухе. Когда действительно физически эти динамики, это разные вещи, это не один динамик, и программой создан этот 7.1 звук, а действительно в каждой чашке стоит по несколько динамиков. Я сам такие наушники тестировал много лет назад, они, по-моему, были, если не занять память от Defender, они и в то время-то были недорогие. Но там у того же Razer, у разных производителей есть действительно многоканальные наушники. И вот никто меня не убедит, но многоканальные наушники все-таки невозможно заменить обычными двух, скажем так, драйверными, двухдинамиковыми наушниками, то есть когда в каждом ухе по одному динамику. Физически это сделать нельзя. То есть программами, конечно, мы что-то можем накрутить, но это не то все равно. Все равно одеваешь, слушаешь и понимаешь, что это не настоящая многоканальность. Поэтому, если в комментарии хотите подискутировать со мной на тему, что, нет, ты что, это 7.1, в играх все круто, все дела, надо, значит, там вот это тестировать, то я с вами особо в дискуссию вступать не буду, я с вами не высказал. И еще, опять же, такой важный момент, на мой личный взгляд, об этих 7.1 еще, в принципе, можно было бы говорить, что там, да, действительно, многоканальный виртуальный звук, виртуальный объемный звук, если бы было программное обеспечение с какой-то более-менее тонкой настройкой этого звучания. То есть в данном случае у нас не требуется никаких драйверов, мы просто подключили компьютер, звук пошел, все, никаких настроек не надо. Но вот если бы было программное обеспечение, в котором можно было включить-отключить эту виртуальную многоканальность, можно было бы каждый виртуальный динамик что-то как-то там подвигать, какие-то эффекты включить. У того же Креатива тоже там 150 тысяч эффектов есть и для обычных там звуковых карт тоже, которые там что-то типа там объема создают. Но в данном случае и программы-то никакой нет, нет невозможности переключения там якобы из какого-то режима, да, там стерео-виртуальная многоканальность. Поэтому этот вопрос тоже, я считаю, особо как бы стоять в принципе не должен. Да, производитель указал, что есть какое-то виртуальное там 7.1 звучание, но просто вот надпись и все, мы воспринимаем это так. По крайней мере я предлагаю так воспринимать. Значит, теперь что касается качества звука. Написано 50-миллиметровые драйверы и как правило физика говорит о том, что чем больше драйвер, чем больше динамик, тем больше должна быть отдача на низких басах. Обычно это размер 40 миллиметров, в данном случае 50. Очень часто 50 миллиметров встречаются, ну по крайней мере последние там годик-два у разных производителей игровых наушников. Не только у Креатива, ну фу-то Креатива, не только у Афотек Блади, но и у других тоже. И вот эта вот цифра 50 по факту как раз таки не означает, что будут более мощные басы. Но вот эта модель меня, откровенно говоря, порадовала. Порадовала она меня чем? В первую очередь, действительно, звук ощущается чуть более объемным, чем привычно. Я, к сожалению, уже вот подстерлись эти воспоминания, когда я тестировал предыдущие наушники Афотек Блади и те, что стоили 4 тысячи рублей. Но почему-то мне показалось, что вот эти наушники действительно дают такую более широкую сцену, чуть более объемное звучание. При этом я не хочу сказать, что в тех наушниках было плохо играть в экшн-игры и там никак нельзя было определить положение противника в пространстве. Абсолютно нет. Что там, что здесь, в 3D-играх, ну например, там пришлось погонять свой, ну как, относительно любимый калибр. Вот все отлично, все идеально. Врага слышно прям четко, что он где находится. И как-то я так интересно перешел к объемному звуку, да, хотя говорил о басах. Значит, возвращаемся к басам. Басы мне понравились, откровенно скажу. Они здесь чуть-чуть приподняты, но в то же время не выпячивают больше, чем надо. И, скажем так, вроде как в плюс, вроде как в недостатке можно отнести, что они забираются не слишком глубоко. То есть не будет такого звука, что у вас прям уши будут отваливаться и будет болеть печень и почки. Но в то же время звук мягкий, обволакивающий, хороший. Высокие частоты мне показались лично немножечко рисковатыми. Все-таки, наверное, в эквалайзере, если бы я правил эквалайзер, а я эквалайзер, честно скажу, не люблю править. Я предпочитаю слушать звук в наушниках так, как наушники выдают. Если бы я правил эквалайзер, я бы, наверное, верха немножечко подрезал. Что касается середины, то тут, скажем так, тоже по вкусу на любителя. Возможно, даже я бы серединку тоже немножечко убавил. Но при этом я не хочу сказать, что АЧХ какая-то совсем прям дисгармоничная. В принципе, нет. Я даже не могу сказать, что она какая-то V-образная или L-образная. В принципе, всех частот относительно в меру, но все-таки я бы принял во внимание, что верхов немножечко резкость какая-то есть. В целом же звучание очень хорошее. Мне и в играх понравилось в этой гарнитуре играть. И музыку мне понравилось здесь слушать. Это бывает не так уж часто. Афотекбладе, слава богу, молодцы. Практически все, что я тестировал, оно, в принципе, пригодно для того, чтобы еще и слушать музыку. Потому что если у вас одни наушники, и вы не хотите еще покупать отдельно полноценные музыкальные наушники, чтобы послушать любимые композиции, то можно спокойно обойтись вот этим одним вариантом. По крайней мере, никаких расстройств вы испытывать не будете, если будете слушать в этих наушниках музыку. По поводу запаса по громкости. Запас по громкости есть, но не скажу, что он прям очень гигантский. То есть выкручен на максимум, конечно, дискомфортно, но не могу сказать, что прям звук приходится опускать там на 20-30 процентов. Нет, такого нет. Единственное, вот этот вот регулятор, он работает более резко, чем регулятор в операционной системе. Если в операционной системе можно выкрутить сильно вниз, то здесь опускаешь буквально там на 20 процентов, и звук уже очень сильно приглушается. То есть запас по громкости есть, это хорошо. И, значит, последнее, что осталось, конечно же, это микрофон. Сейчас послушаем тестовую запись, а потом я выскажу свое мнение. Пример записи звука на игровую гарнитуру Afotek Bloody J527. По микрофону. Лично мне микрофон понравился, я считаю, что он нормальный. Может быть, конечно, не помешало бы чуть больше громкости, но в плане качества звука, мне кажется, все более чем достойно. Так, ну и что, пора делать какие-то выводы. Afotek Bloody, в общем, в очередной раз предлагает нам относительно недорогую модель игровых наушников со встроенной звуковой карты по цене 2500 рублей. Это совсем немного, и тот факт, что Afotek Bloody предлагает очень большой выбор, очень большое разнообразие наушников в этой ценовой категории, я могу охарактеризовать лишь, ну, так сказать, причиной, и назвать лишь только то, что производитель просто пытается предложить нам самые различные варианты дизайна, потому что многие выбирают, в том числе и глазами. Приходят, смотрят, вот эти наушники мне нравятся, там они красивые, понятно, что их надо послушать, но не всегда это разрешают сделать перед покупкой. И поэтому люди выбирают, в том числе и глазами. Была классная моделька с танчиками, это какая-то более такая нейтральная, нейтральная, не тематическая, скажем так, тут нет каких-то конкретных элементов, которые бы намекали нам на какую-то игру, там, или какое-то событие, например. Но в то же время эти наушники предоставляют хороший комфорт, и они хорошо сидят на голове, они дают хороший звук. Не супер, скажем так, не то, что там прям все это имба, нет, я так сказать не могу. Но звук действительно хороший, неплохой. И микрофон тоже неплохой. Конечно же, в недостатки я бы вот отнес бедство органов управления, потому что я считаю, что все-таки надо, надо добавить кнопку отключения микрофона и светодиод-индикатор активности микрофона, чтобы мы знали, включен микрофон или нет. В такой версии, в таком состоянии микрофон работает всегда, отключить его никак нельзя. Что касается подсветки, то, как я уже сказал, она неуправляема, ничего с ней делать нельзя, и отключить ее можно только одним способом, просто отключив штекер от гнезда. И если ваш компьютер подает питание на USB-порт, то подсветка будет гореть все время. Ну, в смысле, подает питание на USB-порт, когда компьютер выключен. USB работает в выключенном состоянии, подсветка тоже будет гореть, это немножко дискомфортно. Но в этом плане у меня лично претензий особо нет, потому что, ну, заставлять производителя добавлять кнопку для отключения подсветки, ну, это уже, на мой взгляд, так, баловство излишества. Ну, в общем, свое мнение я высказал, как всегда высказывайте свое мнение в комментариях. Не забывайте ставить лайк, если видео понравилось, дизлайк, если видео не понравилось. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, репостите это видео, делитесь его со своими друзьями. Меня по-прежнему зовут Максим, многие, наверное, из вас не ожидали, да? На этом все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok